Приветствую вас, и первое, что хочу сказать, это то, что ваши подруга действительно правы. Мужчина в отношениях действительно делает всё для того, чтобы обеспечить себя, свою семью, всем необходимым. Но, во-первых, простите, чтобы обеспечивать свою семью и себя, нужна работа. Чтобы работа приносила достаточный доход, нужно, как минимум, чтобы это была работа квалифицированная. Чтобы работа была квалифицированная, нужно выучиться, что ваш мужчина, по сути, сейчас и делает. И пока он не получил высшего образования, всё, что он может сделать, это работать на низкоквалифицированной должности. Потому что никуда больше его не важно пока что. А ещё нужно учиться, ещё нужно как-то шить. То есть, ваши подруги сказали правду, но мужчина ещё не встал на ноги пока. И говорить о том, что он не грезёт землю, как вы выразили, ещё нельзя. Потому что у него нет возможности пока что зарабатывать много, достаточно. Пока он не получил образование, не получил специальность, не освоил профессию. А вот когда он закончит обучение, и у него будет свидетельство об образовании, и будет профессия. Вот тогда вы и сможете посмотреть, как он себя ведёт, и что здесь делает. И если он действительно не будет стараться по максимуму использовать свои возможности, способности, тогда... Тогда нужно будет сомневаться, разговаривать с ним, думать, и так далее. Пока, мужчина находится в процессе. И этот процесс, нужно уважать. Как минимум, дать ему время, этот процесс закончится, в процессе подготовки. Нельзя требовать от человека того, что он дать не будет в силу объективных фактов. В данном случае, объективные факты отсутствия возможности квалифицированного труда. Без этого невозможно сколь-либо стабильная заработная плата. Далее. Далее, наверное, надо сказать так. Что ваши подруги, они, конечно, желают вам добря. И, конечно, хотят вас всего самого лучшего. Но. Понимаете, в чём дело? Дело в том, что они рассуждают абстрактно. Это их не касается. Они рассуждают основываться на том, что видят. То есть, на достаточно ограниченном количестве материала. Они не находятся на большом месте. Они не испытывают ваших чувств. Они не испытывают... Они не видят этого человека, вашего молодого человека. И они, соответственно, не знают всей картины ситуации. И из-за этого их мнение... Относительно. Они правы в общем, как мы уже поняли, но не правы в частности. И так во всём. Так во всём и всегда люди, которые оценивают других со стороны, правы в общем и не правы в частности. Потому что указывает своя ситуация. Прислушиваться к мнению окружающих нужно постольку-поскольку. Понимая, что мнение окружающих вообще обращает всегда социальные интересы, общественные интересы и направленные на то, чтобы вы как можно быстрее стали той самой ячейкой общества, полезной ячейкой общества, которая бы приносила им пользу. Пользу обществу. Соответственно, если вам хочется построить своё счастье самостоятельно, не оглядываясь ни на чьё мнение, ни на какие требования, то вы должны слушать только себя. И верить своему молодому человеку. Без этого невозможно будет построить отношения. Дальше. Собственно, нужно сказать так, что отношения между двумя людьми – это всегда работа, собственно, двух людей. То есть, ваш молодой человек действительно должен делать всё, что от него зависит. Но и вы, так же, вам тоже желательно делать всё, что от вас зависит. Только совместные усилия двух людей могут сохранить отношения, сделать их прочными, доверительными, взрослыми, долгосрочными. И если вы ничего не будете делать, если вы будете считать, что мужчина только лишь вам отдаёт, но ничего не получает взамен, то, к сожалению, ваши отношения, скорее всего, обречены на провал. Отношения – это всегда работа двух людей. И, знаете, в принципе, на этом можно закончить. Основные мысли, основная мысль, которая была, я вам её высказал. И думаю, что всё остальное, в данном случае, придёт, вместе с опознанием этих мыслей. Потому что, чтобы вести в настоятельную взрослую жизнь, нужно понимать, чего хотите вы сами. Чего вы желаете, что вам дорого, куда вы стремитесь, к чему идёте. И это не зависит от мнения других людей. Если вам человек дорог, он будет ничего не делать. Вы принимаете его таким, как он есть, потому что вы его любите. Это ваше право. Другие люди всегда будут вас обсуждать. Не осуждать, не хвалить, а именно обсуждать. Потому что таковы люди, такова их сущность. И прислушиваться к этому, нужно лишь постольку, поскольку. Другое дело, что вы плачете. И плач может означать лишь то, что вы действительно сами сомневаетесь в этих отношениях. Вы сами сомневаетесь в том, а делает ли всё мужчина для вас возможность. И если это так, то с мужчиной нужно поговорить, обсудить трудности, проблемы с ним. И постараться прийти к какому-то общему решению. И когда вы придёте к этому решению, когда вы увидите поддержку своего молодого человека, скорее всего, вы успокоитесь. И будете знать наверняка, что подруги, желая вам счастья, были всё-таки неправы. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Продолжение следует...